Всем привет! Сегодня я расскажу о подходах к выбору дистрибутива Linux, на что следует обращать внимание. Вот на главной странице сайта distrowatch.com. Это основной официальный сайт, куда стекается практически информация со всего мира о различных дистрибутивах Linux. И вот здесь справа видна первая десятка. Вот она. Вот я специально ее выделил. Что означает HPD? Если навести, то выскакивает окошко «Hits per day», ну скажем так, кликов в день. Вот дистрибутив Linux, по нему кликнули 3158 раз и так далее. Конечно, это не всегда отражает абсолютно точную информацию, но ее и не нужно. Все равно ориентировочно можно определиться с первой десяткой дистрибутивов. И люди ведь не зря это делают, не зря интересуются этими именно дистрибутивами. Вы можете выбрать любой, и никто вас не волит, не будет. Вот здесь их тут сотня, а вообще их тут на сайте около 200, по-моему, 50 или уже под 300. И это ваша абсолютная воля. Но на что еще ориентируются люди, и я в том числе, к чему всегда прислушивался и прислушиваюсь? Вот посмотрите. Значит, вот у меня по порядку я взял, сколько на скидку, 6 дистрибутивов. Вот возьмите Linux, Linux Mint. Значит, первое. Всегда обращайте внимание на то, насколько развито сообщество Linux Mint. Это, пожалуйста, в Google, заведите поисковую строку, допустим, какие имеются сообщества Linux Mint, там, Debian и так далее. И посмотрите. Очень, получается, довольно-таки мощные организации, которые включают в себя людей из разных точек земного шара, но в которых участвует очень много людей. Значит, сам официальный сайт. Вот посмотрите. На главном сайте Linux Mint, вот сразу, февральские новости. То есть, сайт живой. Сайт, значит, дает информацию, по крайней мере, раз в месяц. И это говорит о том, что, значит, дистрибутив данный развивается, работа над ним ведется, то есть, имеется хорошая команда разработчиков, ну, группа поддержки. То есть, оформлен как структура. Посмотрите на Debian, в принципе, тоже. Ну, здесь вот, about Debian, они рассказывают о себе. Тоже считается одной из самых мощных, скажем так, групп. И Debian'овские пакеты известны многим, потому что они имеют расширение Debian. Значит, посмотрите, вот, март 2016 года. То есть, вот, имеется, тут у них там всякие там разные обновления и так далее. Ну, видно, опять-таки, по датам. Даты-то все свежие. Вот. Вот. За январь было, значит, там, два там обновления, там, наверное, новостные. То есть, в принципе, здесь все, как говорится, живое, и оно работает. То же самое, значит, Ubuntu. Одно из мощнейших тоже сообществ линуксоидов. И тоже, значит, здесь. Вот, посмотрите. Март, март, март первый. Вот. То есть, все, как говорится, свеженькое. У OpenSUSE, значит, тут вот даже я нажал, а мне сразу на русский выкинуло язык. Ну, вот здесь вот я пока дат не вижу, но если покопаться, сейчас посмотрим. Давайте ради интереса. Вот, новости. Ну, давайте посмотрим, что это за новости такие. Ну, вот, пожалуйста, вот. 2 марта 2016 года. То есть, опять-таки, видно, что идет какая-то там живая работа, появляются новости и так далее. У Fedora тоже очень хороший дистрибутив, значит, выполнен очень, так, скажем, лаконично, красиво. И все здесь как-то, ну, ясно там, понятно, нормально. Ну, не знаю, где у них тут новостная страничка. Сейчас попробуем поискать. Ай, так. У них вот свой журнал имеется. Раз, так, два эмоций, форума. Ну, давайте посмотрим журнал. Ну, вот, состояние Fedora, значит, в 2016 году. Ну, видно, опять-таки, даже вот по датам, хоть они не везде указывают, но есть, что уже в этом году, значит, там, производились там различные, там, исследования, там, писались статьи и так далее. То есть, проект живой. Манжаро. Ну, вот, пойдем на новости. Вот, пожалуйста. Значит, Манжаро, обновление 2016 года, за 29 февраля. То есть, опять-таки, что сайт не мертвый. Команда разработчиков работает. У Манжаро тоже одно из мощнейших сообществ. Ну, и у всех вот этих основных дистрибутивов, у них очень-очень мощные репозитории, где собрана масса самых различных программ по самым различным темам. Ну, выбрал я, вот, посмотрите, страна Россия и Линукс. Вот, нажимаю. Вот, откинуло мне, значит, 6 дистрибутивов. Вот, по порядку я их так и расположил. Пошла. Роса. Так, новости. Ну, давайте зайдем на новости. 25 февраля. Ну, по крайней мере, в этом году, все-таки, что-то там это самое делалось. Год 16-й, тут все порядно. Ладно. Пошли в Альт Линукс. Тут на росте, пожалуйста, вот, 5 февраля. Скажем так, не столь часто, но дистрибутив, скажем, живой, работы ведутся. Кстати, хороший продукт российской компании Альт Линукс. Альт Линукс. Ну, давайте посмотрим. Тут даже странички новостей нет, как таковой. Значит, ну, что за сообщество? Так, руководство и пособие. Ну, насколько я понимаю, руководство и пособие – это не сообщество. Так, главный разработчик. Так, и все, да? Ну, давайте тогда пойдем снова на главный, посмотрим, может, мы до какой-нибудь даты доберемся или нет. Ну, что-то я, скажем так, не вижу. Так. Скачать. Ну, давайте. Вот хитрая фраза. Последние зарегистрированные установки. То есть, это кто у них скачал дистрибутив. Вот последнее скачивание было 2 марта. То есть, люди интересуются, скачивают. Есть, значит, мэйт, что еще, значит, есть иксфейс. Ладно. Ну, а доберемся мы все-таки до даты-то. Ну, вот я, к сожалению, здесь даты, как говорится, не обнаружил. Ну, что, значит, для меня вот уже этого не существует. Дальше, значит, рунту. Красивое название, похоже, чуть близко там к слову русский и так далее. Ру. Вот. Ну, а хорошо. А есть тут, по крайней мере, ну, давайте вот на главную пойдем. То есть, вот я стою на разделе новостей, я не увидел ничего с датой. На главной, опять-таки, я, конечно, могу и проглядеть. Ну, попробуем. Вот. Июль 2015 года. Март 2015 года. Год назад. Извините, ребята, а что у вас до сих пор, значит, никаких не появилось новостей? Шесть месяцев, так, семь, восемь, за девять месяцев никаких новостей не появилось? Извиняйте. Дальше. Аджилия Линукс. Значит, ну, тут давайте посмотрим новости. Вот я стою на новостях. Тут, значит, рекламируется флешка администратора. Автомат Калашников тут к ней прицеплен. Вот я тут вижу. 10 сентября 2015 года. Здесь 14 декабря 2015 года. Ну, три месяца назад. Ну, ладно, с большой натяжкой. Ну, скажем так, что, по крайней мере, живой. Оставим. Calculate. Давайте здесь посмотрим. Вот кто-нибудь мне скажет, а какой здесь год? Кто-то стыдливо об этом умалчивает? Или специально год не ставит? Это ведь может быть и год, и два, и три назад? Извиняйте. Здесь где-нибудь дата встретится нам? Так. Играю в вопросы и ответы. Ну, опять-таки, 15 декабря, насколько я понимаю. Ну, какого года? Кто-то очень ленивый был и поленился написать. В каком же году все это происходило? Вы понимаете как? Ну, я так для себя и запариваться не буду. Вот так вот я поступаю. Вот, по крайней мере, три русских дистрибутива, где, по крайней мере, я могу так, на вскидку, ну, сказать, что они, как говорится, живые, что там ведется какая-то работа, что-то шевелится. И это там, конечно, не стопроцентно, но с большей долей уверенности. Пошли дальше. Как же вот в этом море дистрибутивов человеку-то разобраться? Ну, вот у меня со временем выработался, значит, такой критерий, несколько странный, может быть, что я сужу не по дистрибутиву, а учитываю, конечно, я, насколько развито сообщество, насколько у него богатые репозитории, хорошая или нет команда разработчиков, там, есть ли он спонсоры или нет. То есть это отражает в какой-то мере ценность данного дистрибутива Linux. Ну, а для меня, в принципе, как для пользователя, сейчас покажу, является не менее важным вот что. Набор программ, который лично мне, как пользователю, нужен и которым я собираюсь пользоваться. У меня он довольно-таки, скажем, ну, обычный, но в то же время и не совсем маленький. Брозер, ну, я всегда, я люблю Google Chrome. Вот, чтобы у меня Google Chrome, вот, выньте мне и положи, вот, он нравится мне, он больше. Обязательно, чтобы были, значит, качалки для обычных файлов и для торрентов. Это же тоже. LibreOffice желательно весьма. Из текстовых простеньких редакторов по типу блокнотика, ну, или Гаредит, или Кейт, или Лив. Любой из них. Дальше. Ну, здесь, как говорится, я даже в розовый цвет прокрашу, потому что это одна из моих самых любимых программ. Программа, скромно так называется, приложение для записи, там, всяких, там, заметок. Хотя, на самом деле, значит, она еще является и прекрасной базой данных. Если я, допустим, по ней сейчас заведу какое-нибудь словечко, ну, вот, да вот, я напишу, и в английской раскладке напишу. Слов. Вот он мне сразу откинет сколько всего про своб. И, допустим, если я хочу узнать, как подключить своб к своему, там, на это самое, компьютеру, там, если я по новой там что-то переставлял, вот, у меня вся информация здесь. То есть, очень хороший идет поиск, там, по всем веточкам. Иерархическая структура веточек, там, хоть на 10, на 20 уровней, там, глубину делаем. Больше я не пробовал. Ну, кто будет пробовать, может, там и до сотого дойдет. Ладно, пошли дальше. Ну, календарчики-будильнички. Аларм, каларм. Смена обоев. Ну, смена обоев обычно... Или варите, там, или еще какая-нибудь стандартная программа. Ну, я люблю, чтобы оживлялся вид рабочего стола. Вои. Voice over Internet. То есть, голос через интернет. То есть, программа для общения в виде, значит, голоса. Это скайп всем известный. Плюс он же принимает, можно в нем писать и там самые различные заметки. Ну, наличие, значит, облачных хранилищ, значит, это я просто выделил главный из них. А так, для этого, как говорится, любая версия Linux подойдет. Программа для удаленного управления компьютером. Большинство своих видеороликов, не большинство, а много видеороликов своих, я сделал, помогая пользователям из разных стран и городов при помощи этой программы, там, настраивать там компьютер, чинить, скажем так, починять и так далее. Хорошая, толковая программка. Значит, дальше, программы, значит, для записи с экрана, видеоредактор и видеопроигрыватель. Желательно, конечно, чтобы они, допустим, были. Вот это, допустим, я, скажем так, не шибко музыкальный человек, меня это не очень, скажем так, колышет. А кому-то это, наоборот, может быть, в первую очередь. А вот два вот этих вот файловых менеджера, я их всегда, как говорится, держу. Я их не противопоставляю, потому что они друг дружку хорошо дополняют. Виртуальная коробочка, ну, на ней я практически тестирую большинство сборочек Linux. То есть я их даже не ставлю на жесткий диск, а проверяю на виртуальной коробочке. Значит, ну, архиваторы, тут тоже все понятно. Обычно они в Linux так и называются, в менеджерах архивов. Вот. Ну, и здесь тоже, значит, вот у меня, я выставлю даже, скажем так, их красный цвет. То есть это вообще для меня суперпрограмма. И, в принципе, она является одной из определяющих для меня лично, не для кого-то, а для меня, при выборе, значит, операционной системы. Значит, объясню почему. Потому что программа SystemBug, она может устанавливаться на Mint, на Debian, на Ubuntu. Ну, и на что там она еще? Значит, она, наверное, на Zorin, она, по-моему, ставится. Еще какая-то там тоже какой-то был дистрибутив. А вот, к сожалению, допустим, ни на Sussi, ни на Fedora, ни на Manjaro ее не поставить. И, несмотря на красоту вот этих систем, и, кстати, мне Manjaro вообще очень нравится. У них настолько грамотный и красивый графический дизайн сделан. У них, очевидно, хорошая команда художников поработала. Ну, к сожалению, значит, извиняйте, ребята, но под мои критерии вы не попали. Ни один русский дистрибутив, к сожалению, тоже нет. И вот у меня, значит, остается, в принципе, три дистрибутива, которые меня, значит, устраивают. Еще Linux Lite. Linux Lite тоже, значит, на него ставится программа SystemBug. Значит, вот понимаете, не операционная система, не дистрибутив Linux для меня определяет, что выбрать. А наличие, вот, допустим, вот такой вот смешной программки, казалось бы, да, SystemBug. Об этой программке у меня на блоге можете посмотреть. Целый раздел выделен, там масса видеороликов. Смотрите и просвещайтесь. Программа позволяет создавать надежнейшие копии резервные, значит, текущего состояния вашей операционной системы. И если что-то случается, при помощи этой программы, там, за 5-10 минут можно откатиться назад, когда все работало нормально. Вот, и все. И плюс SystemBug, она еще делает ISO-образы, которые записываются на флешке. И вашу настроенную флешку, вот, допустим, вот, например, вот у меня Linux Mint. Вот так сейчас выглядит, да? Значит, для пользователей, значит, сделано что? Вот, смотрите, показываю. Вот на моем блоге. Значит, даны кладовочки, откуда, значит, можно скачать мои сборки. Основная моя сборка на Меги, а на Google Drive для англоязычных людей. А на Меги, значит, пожалуйста, человек любой может зайти на мою, по этой ссылочке, на мою кладовочку, зайти в мои сборки. Вот, Linux Mint Sonomo. Ну, стабильнейшая сборка, которая вообще там без всяких кракозябров работает. Сделал стабильную сборочку для, значит, последней версии. Причем вот, за 29 февраля, свеженькая. Здесь, значит, моя сборка, плюс к ней прицеплен вайн, а к нему еще и балаболка. Но при установке на жесткий диск, как правило, требуется переустанавливать голоса. В чем там дело, я не знаю, но здесь вот я там написал, смотреть, как переустановить голоса. Там дана ссылочка, и там можете посмотреть видеоролик, на как, когда вы поставите эту сборку к себе на жесткий диск, как переустановить голоса, чтобы у вас балаболочка зазвучала. Значит, и плюс вот в прочих сборках, значит, у меня тут есть и Debian 8, и Linux Lite, и Mate, и X-Face, и Zory. Было еще раньше и в Мунту Цинамон, и что-то там еще, я уже не помню, но я экономлю пространство, у меня уже осталось сегодня столь много. Вот таким вот образом. То есть вот критерии у людей бывают самые разные. Я вам рассказал свои. А кому-то, допустим, программа SystemBug, она, как говорится, глубоко, далеко и высоко, как говорится, скажем так, до лампочки. Но у человека другие критерии, он выбирает по другим критериям. Я вам рассказываю о своих. И в то же время я не говорю, что вот мои критерии, они там какие-то абсолютные, там, и непререкаемые и так далее. Просто рассказываю о своих критериях. У вас могут быть, да и должны быть ваши собственные критерии. Исходя из них, подбирайте себе дистрибутив Linux, на котором у вас эти ваши программы все будут работать нормально. И, как говорится, наслаждайтесь. И также вы выбираете, значит, рабочую графическую оболочку, рабочий стол, так называемый. Это там может быть и Цинамон, и X-Face, и LXDE. Гном очень красивая оболочка. Самое разное. Вы выбираете KDE, KEDE, MADE. Кому что нравится. Опять-таки, для того вот такое разнообразие и существует, что каждый может выбрать себе то, что ему по нраву. Но лично я ставлю, в принципе, во главу угла набор тех программ, которые мне нужны. Понимаете как? Вот для меня это в первую голову. Я определил для себя набор программ, в которых я буду работать. Все. И, исходя из этого, я уже выбираю, как говорится, дистрибутив Linux. Ставлю его, самопроверяю на коробочке. Там ставлю на флешку. Флешки ставлю на жесткий диск. Так еще проверяю. Вот и все. То есть, понимаете как? Учитывая, значит, мнение, значит, которое есть вот на этих сайтах, ради бога, значит, я со временем определился. Для меня, моим рабочим дистрибутивом стал Linux Mint Cenomo. Значит, я поработал, посмотрел, надежная система. Лично меня она полностью устраивает. Я там сделал ее, скажем так, под себя. И практически все. Стоюсь, она у меня работает и днями, и неделями. Но иногда, когда я там выхожу, я, конечно, компьютер выключаю. Но иногда бывает, что я по два, по три дня компьютер даже не выключаю. Оставляю включенным. Сам пошел по делам, все вернулся назад. Все у меня шевелится, крутится. Никаких там, наверное, не вирусов, там ничего. То есть, вот, это весьма, скажем так, штучка такая вот индивидуальная. Но вот некоторые моменты, про которые я вам рассказал, значит, учитывайте. Значит, не гонитесь вы там, а вот Федора, а вот Дебиан. Да вы на все на это, собственно говоря, по барабану. Плюньте, да и все. А вот составьте список программ, которые вам нужны. А, значит, и смотрите, как у вас, на каких дистрибутивах у вас оно будет лучше работать. Попробуйте сначала дистрибутивы из первой десятки, естественно. Потому что там, скорее всего, что все-таки будет все нормально шевелиться, потому что там и мощные команды разработчиков работают, и мощные сообщества, и мощная техническая там поддержка бывает, и прочее, и прочее, и прочее. А так как мне там один пользователь там написал, ой, у меня вот там есть один парень, значит, там в таком-то городе живет, вот он такой дистрибутив сделал, я говорю, а, извини, а сколько у него в команде разработчиков человек? Пользователь так мне с удивлением отвечает, а он сам один. Ну, я говорю, тогда извиняйте. Потому что такие вещи, вы понимаете сами, делаются коллективами, причем делаются мощными, хорошими коллективами, спаянами. У каждого своя задача распределена. Кто-то там следит за репозиториями, кто-то там программы смотрит, как работает. У каждого свои задачи. А нам, как пользователям, практически все эти технические подробности, скажем так, далеко и глубоко, но в то же время, самую минимальную информацию о них мы, так сказать, иметь, если захотим, сможем. Ну, уже вот в данном случае выбор вы будете производить. Не так, что, ай, вот, ткнул пальцем, как говорится, в небо. А, тридцать третий по списку, ну вот. Вот, Солюс. И вот я его буду себе ставить. Ну, и зачем? Вот уж, по крайней мере, берите первую десятку. Она тут даже вот выделена, называется Major Distributions или Top Ten. Вот, первые десять дистрибутивов тут. Подробно, когда там о них написано. Ну, правда, по-английски, ну, в крайнем случае, вставите в Google Переводчик, да почитаете. Вот такие вот вещи. Поэтому всегда старайтесь, вот, как-то учитывать свои нужды в первую голову. не нужды Mint, там, того же Debian, там, и так далее. А то, что именно вам нужно. А вам, ну, это, по большому счету, на большом счету, вы работаете в программах. Вот и составьте себе список программ. А если ваш список, он практически может быть реализован на любом дистрибутиве Linux, ну, так выбирайте любой, который вам нравится. Ну, вы просто берите его и проверяйте его, тестируйте. Вот таким вот образом. Ну, ладно. Значит, вот, в принципе, основные положения о том, какой дистрибутив Linux выбрать, я вам, значит, рассказал. То есть, критериев здесь много, но самый главный критерий, значит, вот такой вот, первая десятка раз, мощная команда разработчиков, мощное, значит, сообщество и мощные репозитории. Здесь вот, заходите в Google и прям по-русски набираете там информацию, допустим, там по дистрибутиву, информацию там по сообществу, там по форуму, по любому признаку, который зададите, как правило, в интернете ответ найдете. Вот и все. Ну, ладно. Желаю, значит, вам, значит, теперь уже свой выбор дистрибутивов Linux проводить, скажем так, не вслепую, а уже, скажем так, целенаправленно. Всем привет, всяческих успехов и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok